Всего неделю назад у Евгения случился инсульт. Они мели рука, нога. Из Завьялова мужчину привезли в краевую клиническую больницу. Сюда доставляют самых сложных пациентов со всего края. В отделении неврологии людям часто приходится заново учиться ходить, разговаривать. Сейчас уже, конечно, намного лучше. Рука, силы возвращаются. Дело к выписке, охота домой. О, еще чуть-чуть. Еще пальчиками. Хорошо. А вот Николай из Заринска учится не только заново говорить, но и жить. У него погиб сын, а недавно еще умерла и дочь. Она работала в ковидном госпитале Барнаула в рентген-кабинете. Женщине было всего 50 лет. Как и многие медики, заразилась коронавирусом и умерла в стенах той же больницы. В субботу ранили, а в понедельник у меня инсульта. Вот все случилось от этого. Мужчину успели спасти, вовремя доставив в больницу. И даже месяц назад, когда ситуация со скорой помощи в крае была критической, больных с инсультом сюда привозили из разных районов края круглосуточно, потому что болезнь не спрашивает, когда ей прийти. В общем-то, к скорой помощи претензий нет. Они разделили потоки пациентов на экстренную и неотложную помощь и тем самым спасли ситуацию. В краевой клинической больнице продолжают оказывать помощь не только экстренным пациентам, но и тем, кто поступает сюда, например, с мочекамины, желчекаменными болезнями. При этом выросло количество больных, которых привозят сюда в критическом состоянии. Поэтому врачей стало больше нагрузки и ночных дежурств. Еще и сотрудников стало меньше. Около 30 медработников добровольно ушли на ковидный фронт в разные госпитали края, в том числе в инфекционное отделение на базе Краевой клинической больницы. Здесь тоже есть своя красная зона на 100 мест. Свободных коек сейчас там нет. В этом году больница обновила оборудование в разных отделениях на сумму более 100 миллионов рублей. В неврологию, например, поступили аппараты для реабилитации пациентов. И один инструктор, который может с помощью современных аппаратов реабилитировать 20-30 человек в сутки. Если их убрать, то он сможет работать только с 5-6 пациентами. Для тяжелых пациентов с ковидом в прямом смысле, как воздух, необходимы передвижные ИВЛ-аппараты. Недавно в больнице появились еще два. Их подарили завод «Алтайкокс» и благотворительный фонд «Милосердие». Помогают клиники, заводы «Ротер», «РТИ» и другие. На нас с инициативой выходили фармацевтические компании, предлагая нам безвозмездную помощь в виде лекарственных препаратов. Сегодня фонд Прокопьева также с инициативой вышел и поставили нам одноразовые маски. Маски сегодня в списке самых востребованных расходных материалов. В штате Краевой больницы более 2,5 тысяч медработников. И каждые два часа им необходимо менять маски. Фонд социального содействия депутата Госдумы Александра Прокопьева предоставил больнице почти 28 тысяч масок. Внебюджетную помощь от благотворителей можно назвать экстренной. Она направлена на борьбу с пандемией и на защиту медицинского персонала. Краевая больница продолжает работать в штатном режиме. И даже ковидная эпоха не сократила объемы медицинской помощи. Обычно за год через клинику проходит 35 тысяч пациентов. Итоги этого года подводить еще рано.